Всем привет! С вами Алексей Кузубов и сегодня будем разбираться, что же нам потребуется для съемки. Поехали! Итак, дорогие друзья, допустим, наступил тот день, когда вы поняли, что мобильного телефона уже недостаточно для ваших съемок. Вы решаете приобрести камеру и начать записывать профессиональные видеоролики, делать видеоконтент. И что же для этого потребуется? Итак, друзья, я хочу вас немножко заинтриговать и покажу вам схему, которую мы сегодня вместе с вами будем поэтапно, постепенно составлять. Когда мы ее видим уже в готовом варианте, первый раз, конечно, она кажется немножко страшной, такой огромной, но на самом деле все намного проще. Итак, первое, с чего мы начнем разбираться в вопросе, что же нужно для съемки, как многие могут подумать, это, естественно, камера, но тут вы не правы. Камеры будет достаточно, чтобы отснять видеоматериал, а вот смонтировать его на мобильном устройстве, технически, кстати говоря, это возможно, но это очень долго, сложно и абсолютно некачественно. Поэтому первое, о чем стоит задуматься, когда вы решили снимать видеоконтент на камеру, это приобретение компьютера или ноутбука. Как и у компьютера, так и у ноутбука есть свои как плюсы, так и минусы, как сильные стороны, так и слабые стороны. И в следующих видео мы будем подробно разбирать, какие компьютеры, какие ноутбуки подходят для видеомонтажа. И более подробно я постараюсь рассказать, на что следует обратить внимание, какие важные пункты следует обязательно учитывать, чтобы приобрести правильный компьютер для видеомонтажа. Итак, переходим, наверное, к самому важному элементу в нашей схеме, это, естественно же, камера. И вот в таком виде, без объективов, камера, в принципе, практически абсолютно бесполезна, поэтому мы переходим к следующему пункту нашей схемы, это объективы. Объективы бывают разные, но абсолютно не нужно обращать внимание на внешний вид объективов, как бы сказать, маленькие, большие, высокие или низкие, это абсолютно неправильно, абсолютно бессмысленно. Самое главное, на что нужно обращать внимание при выборе объективов, это же, конечно же, его характеристики. И на каждом объективе пишутся такие характеристики. Один из основных пунктов квалификации объективов это зум-объективы с переменным фокусным расстоянием и фикс-объективы с постоянным фокусным расстоянием. Более подробно будем разбирать, какие виды объективов существуют, какие объективы в первую очередь нужно приобретать. Все это будем подробно разбирать в блоке про объективы в следующих видео. Обязательно смотрите. Итак, следующий немаловажный пункт в нашей схеме это штатив. Как сейчас, например, камера располагается на штативе, экран повернут на меня, я записываю видео, мне не нужен дополнительный оператор. Поэтому, если вы хотите записывать подобный видеоконтент, обязательно обратите внимание на покупку хорошего штатива. Следующий пункт в нашей схеме это батарейки. С каждой камерой в комплекте идет всего лишь одна батарейка. Вы покупаете камеру и всегда с ней идет батарейка и зарядное устройство. Для того, чтобы делать видеоконтент, одной батарейки практически недостаточно. Потому что затраты батарейки на видеосъемку намного больше, чем нежели на фотосъемку. Поэтому обязательно у вас должна быть еще хотя бы одна дополнительная батарейка. Лучше иметь их 2-3, тогда ваша съемка не будет зависима от того времени, когда разряется батарейка. Чтобы не отвлекаться во время съемки на замену батарейки, то есть останавливать запись, вытаскивать батарейку, вставлять следующую батарейку, опять ставить камеру. Да, вот есть некоторые штативы, на которых не получится поменять батарейку, не снимая камеру со штатива. То есть поставить камеру на штатив, включить, настроить и так далее. Существуют вот такие батарейные блоки. Вы можете изначально прикрутить батарейный блок к камере. Это позволит вам сразу использовать несколько батарейок. У разных камер батарейные блоки позволяют вмещать в себя одну, а то и две дополнительные батарейки. То есть в итоге сразу у вас работают две, а то и три батарейки. Вы ставите вот эту всю конструкцию на штатив. Здесь также есть такое же отверстие для штатива. Все, не отвлекаетесь. Камера пишет у вас столько, сколько вам требуется времени. Забегая вперед, отвечу на один распространенный вопрос. Могут ли камеры писать от розетки, то есть напрямую от электричества? Да, это возможно, но не на всех камерах. То есть нужно это смотреть в технических характеристиках камеры, если такая у нее возможность. Итак, друзья, переходим к следующему пункту в нашей схеме. Это флешки или карты памяти. Карты памяти бывают разных типов. У каждой камеры свой тип флешки. Также они отличаются по объему информации, который позволяет на себя записывать по скорости записи. Я рекомендую вам точно так же, как и в вопросе с батарейками, иметь несколько в запасе флешек. Потому что в самый неподходящий момент место на флешке заканчивается, скинуть некуда и приходится останавливать съемку. Лучше всегда иметь в запасе чистую флешку, которую можно всегда вставить и продолжить запись. Итак, друзья, следующий интересный пункт в нашей схеме это фоторюкзак. Я специально включил его в эту схему, потому что считаю это очень важный элемент. Так как если вы будете покупать дорогостоящую технику, объективы и все это вместе вот где-то в вашей сумке будет вот так вот складываться, то при тряске это очень легко может друг об друга удариться, повредиться. И представьте, объектив стоимостью несколько десятков тысяч рублей. Просто у вас разобьется, пока вы его будете переносить. Фоторюкзак специально продуман таким образом, что каждый объектив, камера, батарейка будет лежать в своем отдельном отделчике. Поэтому обязательно обратите внимание на покупку сразу фоторюкзака. Во-первых, вы будете знать всегда, где у вас лежит техника. Во-вторых, фоторюкзак не стоит так дорого. То есть за буквально тысячу рублей можно купить очень хороший фоторюкзак, в который, во-первых, все будет помещаться. А во-вторых, у вас будет всегда все в сохранности и в безопасности. Итак, друзья, переходим к следующему большому разделу в нашей схеме. Это звук. В первую очередь я хочу обратить внимание, что существует три типа микрофонов. Первый вид микрофона это встроенный, который располагается в вашей камере. То есть любая камера с функцией видеозаписи подразумевает, что внутри камеры располагается внутренний микрофон. К сожалению, он очень слабый. Его абсолютно недостаточно, чтобы записывать голос человека. То есть если вы хотите создавать видеоконтент, записывать себя или людей, которые будут что-то рассказывать, данного микрофона абсолютно недостаточно. И поэтому мы будем разбираться с вами с дополнительными видами микрофонов. Первый тип микрофона это накамерный микрофон. Он устанавливается на камеру. В принципе, ничего сложного нет. И подключается на прямой камере. Все. Это позволяет писать более качественный, более чистый звук. Но если вы хотите записывать голос, то данного микрофона точно так же будет недостаточно. Для этого существуют петличные микрофоны. Как, например, сейчас на мне висит петличка. Давайте я вам ее покажу. Петличный микрофон, в отличие от накамерного, на самом деле вот такой вот маленький. То есть его даже, наверное, абсолютно не видно. Конечно, конструкция представляет собой длинный-длинный провод, чтобы можно было запрятать под одеждой и подключить уже к звукозаписывающему устройству. Петличный микрофон можно подключить напрямую к камере. Но этого тоже будет недостаточно, потому что лучше для записи с петличного микрофона использовать или рекордеры, или диктофоны, или радиосистемы. Например, как сейчас, звук пишется на диктофон. Отдельное устройство, которое записывает звук. И на монтаже будет просто сведена видеодорожка с камеры с звуком, который мне не нравится, который меня не устраивает. С звуковой дорожкой уже с диктофона. Она просто заменит звуковую дорожку с камеры, и получится чистый хороший звук, который вы сейчас слышите. Рекордеры – это же практически такой же диктофон, только чуть-чуть побольше. И понадобится он вам в том случае, если вы хотите записывать, например, интервью или беседу сразу с несколькими людьми, и хотите, чтобы все это было компактно укомплектовано, тогда вам понадобится рекордер, в который вы подключите несколько петличек, и все это очень качественно запишется в одном месте. Итак, давайте с вами разберемся, что такое радиосистема. В радиосистеме всегда два компонента – передатчик и приемник. Приемник крепится на камере, и в зависимости от технических характеристик, камера позволяет писать звук с петлички на расстоянии 10, 20, 30, 40 метров и так далее. Все зависит от технических характеристик радиосистемы. А второй передатчик, он крепится на человеке, обычно такие системы используют телевизиончики, то есть он прячется где-то на спине, и, так скажем, существенные разницы между радиосистемами и вот такой системы с диктофона, в принципе, ее нет. Кому что как удобнее, тот, кто использует. Мне удобнее использовать диктофон, в который пишется мой звук, а потом просто я закидываю в монтаже и монтирую звук. Кто-то использует радиосистему, и звук сразу пишется уже в видеодорожку с камеры. Поэтому здесь каждый выбирает сам. Итак, друзья, а мы переходим к следующему большому и очень важному разделу в нашей схеме – это свет. То, без чего не проходит ни одна съемка. Какая бы крутая у вас не была камера, какие бы дорогущие не были бы у вас объективы, без света не получить качественную хорошую картинку. Поэтому первое, о чем мы будем с вами говорить, это осветительные приборы и LED-панели. В чем же их отличие? На самом деле отличие лишь одно то, что LED-панели появились просто чуть позже. Это немножко другая технология с использованием маленьких светодиодов. И на этом, в принципе, все. То есть выбирает каждый сам, что ему больше нравится. Для понимания это то же самое, что раньше были бензиновые и дизельные двигатели, а сейчас появились автомобили с электродвигателем. И нельзя сказать, что это хуже или то лучше. Просто прогресс не стоит на месте, поэтому здесь точно такой же принцип. Итак, друзья, мне, например, нравится использовать LED-панели. Вот такой видеосвет. Вот так это все дело выглядит. И одной кнопочкой он с легкостью включается. Взади располагаются два диммера, которые позволяют увеличивать яркость, уменьшать яркость и также менять цветовую температуру. Сейчас постараюсь. Да, то есть у нас был белый свет, стал желтый. Данные LED-панели, чем удобны, чем они мне нравятся, что они позволяют работать как от розетки, так и от аккумуляторов. LED-панель в комплекте идет без стойки. Обратите, пожалуйста, на это внимание. То есть вам нужно иметь стойку, чтобы LED-панель на нее поставить. Итак, следующий пункт в нашей схеме это накамерный свет. По факту это уменьшенная копия LED-панели. Здесь, в принципе, точно такой же принцип. Одним диммером включаем, другим диммером меняем цветовую температуру. Можем использовать от аккумулятора или данный, вот, например, Апичуревский светильник позволяет работать от шести пальчиковых обычных батареек. Точно так же можно подключить и работать от розетки. А почему данный свет называется накамерный? Потому что изначально его использовали при подключении через горячий башмак. Вот таким образом ставили на камеру и все, включали и снимали. Но из-за мобильности можно с легкостью его снять, поставить так же на штатив или на стоечку и снимать. Итак, друзья, переходим к следующему пункту нашей схеме. Это мобильный видеосвет. Наверное, свое основное название мобильный получил из-за того, что по размерам он не больше обычного нашего смартфона. Вот это, наверное, представитель мобильного света, который даже большой такой свет. Но, как вы можете заметить, он очень тонкий. То есть разница с накамерным видеосветом, ну, прям существенная. Точно так же включается одной кнопочкой. Можно регулировать, контролировать яркость, менять температуру. Все это делается на вот этой задней панельке. Так же может работать от обычной розетки. Чтобы качественно использовать все возможности, что накамерного видеосвета, что мобильного видеосвета, лучше сразу докупить вот такие вот мини-штативчики, да? Которые позволяют быстро установить мобильный свет на штатив, поставить, например, на стол, включить и заниматься видеосъемкой. Точно так же, как, например, с мобильным видеосветом. В принципе, у всех практически светильников одна и та же резьба, поэтому можно заменять одни штативы, между собой менять. То есть все друг к другу прикручивается. Итак, друзья, говоря о мобильном видеосвете, стоит отдельное внимание уделить вот таким вот держателям, которые в одно действие позволяют прикрутить его к столу, установить нашу панельку, включить, и свет держится без всяких штативов, без стоек, без всего. И так же быстро это все мобильно можно обратно сложить. Итак, друзья, переходим к последнему пункту в нашей схеме. Это фотофонарь. Как вы могли уже догадаться, вначале его начали использовать фотографы для получения различных эффектов на фотографии, но уже потом его стали применять для видеосъемки. Потому что, во-первых, он очень мобильный, во-вторую очередь, он достаточно мощный, чтобы использовать его как отдельный источник света. И, в-третьих, используя вот такой краб, и, опять же, мини-штатив, его очень легко установить практически на любую поверхность, направить под нужным углом, что очень тяжело сделать с вот такими вот панельками, да, потому что не все штативы позволяют так наклонять. И, наверное, в чем главное преимущество фотофонаря, это то, что он позволяет направить или узкий пучок света, или широкий пучок света, что очень тяжело добиться, используя как LED-панели, так и мобильный видеосвет. На этом сегодняшний выпуск подходит к концу. Я надеюсь, было очень интересно и познавательно. Мы разобрали большую схему, что же нам понадобится для видеосъемки. Кому будет интересна данная схемка, напишите мне в личные сообщения, я отправлю вам картинкой. Ну, а с вами был Алексей Кузубов. Обязательно подписывайтесь, следите за новостями, потому что в следующих выпусках я начну подробно разбирать каждый раздел из нашей сегодняшней схемы. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok